всем привет меня зовут александр абрамян и добро пожаловать на мой youtube канал как видно по схеме света сегодня интервью с кимраном шаралиевым кимран привет привет как прошел мастер класс мы только что с мастер-класса поделись пожалуйста не могу объективно оценивать свой мастер-класс я постарался выжать из себя максимум объективно на это будут ответить только ученики участники мастер-класса здорово собственно говоря я участник этого мастер-класса кимран приехал в краснодар проводить мастер-класс естественно я на этом мастер-классе уже по присутствовал первый день очень понравилось и вот прям такую небольшую рецензию скажу очень круто очень открыто много информации и информация видно что тебе не жалко информацию то есть ты даешь все без всяких секретик все как есть очень здорово очень доступно мне очень понравилось что много практики то есть теории поменьше хотя она тоже была и дальше мы шпарим практику 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 это здорово было очень полезно и интересно видно что ты очень открытый такой честный человек очень понравился первый день да это очень важно касательно теории теории это всегда скучно люди все хотят снимать и непосредственно видеть как это работает на практике и для меня большой принцип делать мастер-класс максимально честным и открытым делиться абсолютно всем всей техникой съемки и своими идеями том числе теми которые еще не воплотил сам да да тоже немаловажный момент то что все что у тебя в задумке ты в принципе это огласил с учетом того что ребята эта ниша свободна да есть такая идея как бы задумайтесь подумайте может вы будете реализовывать я стараюсь очень ответственно относиться к работе в целом и в том числе к мастер-классу это очень круто ты очень последовательный видно что у мастер-класса есть какой-то план которого ты придерживаешься видно что ты подготовлена знаешь какие блоки будут очень прикольно структурированный вот вот правильнее сказать структурированный и дисциплинированный потому что вот это мои впечатления просто от меня пока идет мастер-класс ты контролируешь и время и пару и ребят за всем следишь это достаточно серьезно ну прикольно я люблю когда спикер прям контролирует аудиторию и у тебя это было вот на мой взгляд получилось да скажи пожалуйста ответь на такой вопрос пока я готовился к интервью я искал информацию отовсюду пытался что-то где-то про тебя найти но вот банально на майведе шапка о себе графа она не заполнена ты у нас фотограф 2016 года по spwp а фотограф семнадцатого года топ-30 по фирлису вот совсем-совсем да по-любому же многие конкурсы были почему ты это не пишешь много людей задаются вопросом почему шапка профиля пустая не знаю не хочу писать про себя про свои победы и хочется какой-нибудь цитаты которые отражают суть моих работ может быть участником мастер-класса скидочку за за некоторые варианты этой цитаты как вариант например высокие чувства в низком ключе а я пока не пришел к точной цитате и не знаю что касается в целом информации обо мне ты знаешь что меня знают очень узкий круг людей в основном только фотографы и мой своеобразный стиль он достаточно редко котируется у меня в регионе и вообще в целом среди народа очень узкий круг людей меня знают и я думаю именно с этим связано проблему поиска информации обо мне спасибо давай вот так вот прям на ходу сделаем типа конкурс не конкурс пусть в комментариях пишут цитату для тебя то есть фотографы знают твой стиль отлично я могу смело 50 процентов скидки на моем отлично 50 процентов скидки на мастер я выберу лучшие ответы из того что вы прислали и гарантирую 50 процентов надо заполнить эту пустую граф надо это вот хорошо ребята вы поняли пишите в комментарии цитата которая пойдет грубо говоря о фотографе о кем ране какая-то емкая цитата мне стежка философская они они хорошо пишем разные варианты фразы там движение цитаты нам мы будем эту тему отслеживать скажи вот ты стал фотографом как семья самые близкие люди отреагировали на вот это ты знаешь на тот момент я уже учился на юридическом факультете и с точки зрения родителей и близких мне людей работа фотографа казалось немного не престижной скажем так и но никто меня не отговаривал я в своем решении был свободен и сейчас я не жалею что все-таки пошел по этому пути поддерживали тебя до меня в любом решении поддерживали и поддерживаю ты же юрист красный диплом да я смотрю ты прям подготовился я старался все что по максимуму можно было найти да я уже учился на тот момент когда был когда начал заниматься фотография это не помешало мне все-таки доучиться на учиться на красный диплом и да был период когда мне прям нужно было выбирать идти по специальности или все-таки заниматься любимым делом были неопределенности конечно как тогда казалось работать на государство это престижно но опять повторюсь я сейчас не жалею ни о чем кимран такой вопрос ты согласен с утверждением что наши фотографии это отражение нас или фотографии фотографа это просто его наработки шаблоны и техническая вот подкованность это очень индивидуально то есть есть фотограф чьи работы отражают его сущность есть фотографы которые просто делают это технически хорошо и это не зависит от их сущности то есть первое это больше творчество люди которые хотят творчество второе все-таки в те фотографы которые относятся к свадебной фотографии только лишь коммерции к зарабатыванию денег в моем случае я могу сказать что тот стиль который я показываю фотографии это отражение меня самого в том плане что мне нравится музыка которая похожа на эти фотографии допустим enigma мне нравятся фильмы по атмосфере очень похожи на мои фотографии это нуар неонуар город грехов финчер какой-то степени и да есть все-таки фотографы чьи работы возможно не будут отражать все его сущности это очень индивидуальный вопрос я понял услышал скажи пожалуйста как ты учился фотографии то есть у тебя был наставник какой-то куратор учитель или ты сам это все делал доходил до всего как это было вкратце дирбенте живет замечательный фотограф андроник мурадов это мой учитель наставник я в этой сфере 8 лет уже в сфере фотографии половина этого срока первые четыре года я работал вторым фотографом у андроника за что ему огромное спасибо человек который привил мне именно любовь к свету сейчас он следит за твоими успехами радостно ему да мы с ним общаемся видимся все хорошо окей скажи можешь дать себе совет себе прошлому вопрос он такой сложноватый давай попробую его сузить то есть вот ты добился какого-то результата может можно было его добиться быстрее либо легче или вообще ничего не надо менять или вот где-то есть какой-то совет где ты можешь сказать кимран я сейчас пытаюсь вспомнить какие может быть маленькие ошибки были либо неправильные действия и мне сейчас кажется что все прям шло как надо то есть я бы сейчас ничего не изменил бы также до прошел бы этот путь мне кажется да таких прям не было ошибок чтобы вернуться и исправить это вопрос про прошлое вопрос про будущее вот сейчас ты фотограф достаточно успешный фотограф творческий фотограф какие планы на будущее какой следующий шаг ты планируешь что-то что будешь делать дальше я точно не хочу бросать фотографию то есть я снял уже не один год отснял более 500 свадеб и я не чувствую что я устал я уверен что буду снимать достаточно долго в тот момент когда мне надоест снимать свадьбы я буду брать меньше свадеб буду снимать меньше и наверное если даже не буду снимать свадьбы буду заниматься какой-нибудь схожей сферы например обучение более более интенсивное обучение фотографии скажи пожалуйста у меня есть ряд вопросов которые я стараюсь задавать и как бы принял для себя это решение что буду задавать всем кого буду брать интервью вопрос о успехе то есть формула успеха такое уже звучало у тебя есть какой-то пример победы в жизни прям вот который для тебя победа это может быть там не знаю как бы правильно собрал кубик рубика или может быть там выиграл всех каких-нибудь красивой девушки так это здорово поздравляю тебя со свадьбы недавно да было а вот скажи до раньше до того как ты стал фотографом или вот до успеха я родился в самой замечательной семье это уже самый главный успех не задумывался помимо ну допустим я не буду брать в счет победы на конкурсе да наверное то есть хотя несомненно это большой успех да я кончил юридический факультет на красный диплом наверное что то из этого я хотел услышать мне у меня вопрос в принципе у самого себя успешный человек успешен во всем у меня такая теория что вот успешно вот ты закончил на юриста с красным дипломом ты понял так красный диплом я много учился красный диплом я победил так теперь я фотограф я буду много учиться и об победил на конкурсе то есть применить какую-то успешную схему на другую сферу и она должна сработать аналогично либо очень рядом с этим как думаешь это справедливо несправедливо я все еще считаю что эта фраза несправедливо это опять-таки индивидуально случай со мной может это подходит но есть кучу успешных людей например фотографии которые ради этого дела могут пожертвовать определенную часть своей личной жизни например и и как раз таки в этой части жизни их успех не ждет понятно а ты свою личную жизнь как-то больше бережешь от общественности или как бы спокойно к этому относишься отношусь достаточно спокойно окей скажи пожалуйста ты заметил изменения к отношению в отношении к себе других фотографов вот когда стал уже занимать награды выигрывать конкурсы и в какую сторону это изменение было если оно было да было как уважение со стороны большинства коллег фотографов обо мне начали говорить меня начали звать на мастер-классы но так и более негативное отношение скажем так самое популярное это недоверие со стороны некоторых людей связано с тем что что бы делал лучший фотограф в мире в Дербенте например ну такое как бы да то есть сознание некоторых людей скажем миф что все самое лучшее это как минимум Москве а то и в США например в Лондоне смотри вот самый лучший фотограф в Дербенте она сама вот эта формулировка но из Дербента да это был более правильная формулировка потому что самый лучший фотограф в Дербенте это это может даже не нет 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 я вот именно хотел из Дербента то есть в мире лучший фотограф в мире оно наверное как-то цепляет вот это и наводит на мысли но вот ты для меня конкретно когда я только начал смотреть за работами я сразу начал пытаться понять на что ты снимаешь в принципе ну как бы я не любитель техники вот прям копаться в ней но мне было как бы интересно и интересно я же смотрю на фотографии я понимаю что в принципе решения они достаточно простые то есть из подручных средств это все делается то есть ты увидел кадр и грубо говоря там схватил стул на него посветил все здорово получилось и это видно ты выдал мой мастер-класс да в этом весь мой мастер-класс взять стул посветить через стул вот главное знать какой стул взять об этом я не рассказал поэтому вернее правильно знать откуда светить с каким источником под каким углом видение света оно решаешь во всех этих технических приемах вот и ты мне запомнился как человек который может сделать клёво имея в руках достаточно немного и ты это доказывал и неоднократно 24 105 да у вас я на никоне у канона 24 105 то есть многие мои знакомые как бы считают это куском пластика и как бы все от этого объектива мы ничего не ждем да он там универсальный но это такое а ты этим объективом в принципе выигрываешь конкурсы снимаешь свадьбы и ну показывая что дело не в объективе все-таки да но да мне говорили ты станешь фотографом ты станешь заложником маркетинговых политик канона нет идеального объектива тебе приходится покупать один объектив в котором есть минус но его компенсирует другой объектив который нужно купить и таким образом ты покупаешь кучу объективов я просто дал себе слово что не буду заложником этой политики что если уметь видеть свет и правильным пользоваться вполне достаточно одного недорогого набора техники снимать можно и на спичный коробок если уметь это делать камера обскура я понял ну то есть ты вот убежден что навык решает да то есть техника прям совсем не главное да я в этом убежден но это круто и по это круто то что ты можешь это доказать то есть спокойно сегодня я это видел то есть диафрагма от четырех начинается да не проблема как бы работаем вот хорошо скажи какой самый большой минус фотографии как в профессии для тебя сегодняшнего самый большой минус фотографии в целом как фотографии это то что она может быть не всегда отражает правду вот если ты все-таки другой вопрос задаешь что касается профессии фотографа в том что ты идешь гулять с друзьями ты всех мучаешь посмотрите какой крутой свет на волосы какой контрсвет ребят что за такое то есть это только фотографу дано увидеть такой тонкий свет и ты всех друзей своих замучаешь друзей не фотографов скажи вот допустим ты готов отказать паре как фотограф если нет ну ты видишь по паре что не будет никакого творчества то есть тебе не дадут условий будет мало времени то есть ты понимаешь что клиент точно не твой как можешь ты отказать ему или нет и как считаешь вообще отказывать это хорошо или у людей просто корона как абсолютно нормальное явление конкретно моем случае это все индивидуально если я чувствую что невеста клиент очень хочет чтобы снимал свадьбу именно я если этот человек видит именно изюминку моей работе то я не буду отказывать этой паре даже если понимаешь что свадьба не творческая и как таки я буду все делать своими рекомендациями советами для того чтобы эта свадьба была творческой и интересной мне то есть больше данным клиента ориентирована да это здорово скажи пожалуйста как как ты видишь развитие сферы фотографии и насколько сильно она меняется вот чего хочет клиент от свадебного фотографа сейчас по сравнению с тем клиентом когда ты только начинал работать требования изменились слушай знаешь требование к фотографу я на я начал искать себя фотографа себе на свадьбу и понял что вот этот арт вот это творчество она реально не нужно клиенту нужна классика и стандартные портреты фотографии с близкими людьми с бабушками дедушками с родителями клиент я думаю это ну фотография вне времени все остальное конечно это тенденция и мода то есть они меняются практически всегда как была модная фотография невеста на ладошке как сейчас допустим файнат который уже вымирает и все более популярно становится свадебный репортаж это можно увидеть по подборкам международных конкурсов например то есть это нормально что свадебный фотография меняется но зачастую запросы клиента они все-таки остаются неизменными хотя нет но у каждого свое да наверное все таки но что будет жить точно это классика классический цвет правильный цвет красивый портрет и ну как я сегодня на мастер-классе отмечал две ценности свадьбе на фотографии это красивый портрет повышение самооценки невесты второе это сохранение чувств эмоций красивый портрет и фотографии с близкими самое важное на свадьбе как я вижу я тебя понял а вот поменяла ли твоя свадьба отношение к фотографии к твоей фотографии на самом деле нет я и до своей свадьбы все еще снимал классику для меня это очень важно снимать классику и не забывать что я свадебный фотограф ишь потом если мне остается время я могу что-то творить для себя снимать так называемые арт да и в этом плане мой стиль мои вкусы остались неизменными то есть моя свадьба на это не помню я вот впечатление тебе ну как складывается да грубо говоря я тебя не знал просто начал следить и я понимаю как это все устроено что ты не можешь выдавать вот паре только фотографии которые ты выставляешь я это понимаю но изначально кажется так что у тебя вся свадьба она темная она это ну это ожидаемо да такое представить и потом я думаю ну нет не может быть так по-любому есть стандартные вот эти вот вещи и слежу за твоим инстаграмом и ты выложил какую-то фотографию невеста цветная на фоне чего-то такого простенького и там комментарии был ну со смайликами ну вот нормальная фотка я вот как сейчас его помню и я думаю да как бы ну то есть эта тема работает вот расскажи пожалуйста ты же не вот они тоже разные достаточно частый вопрос от невест а у вас камеры черно-белые вы правда все снимаете в чб и что-то тому подобное и до каждой потенциальной невесте к потенциальным клиенту я это объясняю я могу дать полную свадьбу на просмотр что там все светишь там все там классика все круто но есть еще такая изюминка как творчество которое разбавляет в принципе да не является да и я даже понимаю что добавлял бы я в инстаграм больше простеньких фотографий в цвете это я был бы еще более популярнее скажем у себя в регионе меня было больше подписчиков и даже больше клиентов но я все-таки предпочитаю в приоритет ставить творчество но иногда могу разбавить свой инстаграм некоторыми простенькими фотографиями отлично скажи вот что для тебя сегодняшнего самое важное для тебя сегодня в первую очередь это семья несомненно и лишь потом наверное где-то на втором третьем это карьера работа изначальная семья да ну естественно вполне нормально ну да ну опять же люди разные как ты говоришь это все индивидуально очень часто ты акцентируешь на том что многие моменты индивидуальные и ты никого не переубеждаешь это тоже в копилку впечатление от мастер-класса окей окей и вот тоже вопрос который хочу ответ от тебя услышать портрет идеального фотографа опиши пожалуйста какой должен быть идеальным фотограф на твой взгляд какими качествами он должен обладать хорошим психологом потому что свадьба это какой-то степени некоторые может быть стресс любая постоянная перемена настроения у невесты и очень важно все это чувствовать понимать невесту знать как с ней пошутить синхронизироваться с невестой и он должен быть прям очень хорошим психологом для этого я думаю это очень важно для свадебного фотографа первостепенно психолог да несомненно лишь потом там технарем касательно фотоаппарата умений навыков по свету мне кажется все таки быть психологом это гораздо важнее чем все остальное тут ты знаешь любопытный момент да как скажем возьмем среднего топового фотографа и какой очень крутого фотографа который действительно хорошо снимает и порой даже не отличишь от работ топового фотографа но недостаточно популярен тут вопрос даже не столько в том качественно отдать работу столько оказаться другом для этой пары чтобы этой паре было комфортно чтобы этот день запомнился им не только просто качественными бездушными фотографиями но чтобы помимо красивых фотографий они получили хорошее настроение и вспоминали этот день только с улыбкой смотри если подытожить по портрету идеального фотографа это обязательно психолог первостепенно психолог и дальше он должен уметь обращаться с камерой и как бы даже больше на 2 а лишь дальше с камерой ну и вот смотрю сколько во первых все такие топовые топы они кто-кто начинается да они занимаются фотографии около шести лет вот от шести лет пять шесть семь восемь ну и дальше вот они обычно такие уже раскрученные и как бы могут и они все очень эмпатичные то есть эмпатия прям ты смотришь какое-то интервью ты видишь что человек прям очень быстро прям с ним за интервью сдружился это отличительная черта видимо все-таки психология она да она решает скажи ты ты вообще сейчас ты даешь мастер-класс и а сам ты посещаешь мастер-классы ты знаешь я случайно один раз только попала на мастер класса китацея это было случайно нет я не посещаю мастер-класс а почему я говорил сегодня что всю информацию от мастер-класса можно реально найти бесплатно в интернете практически от каждого мастер-класса т.е. от любого спикер а все можно найти но беда состоит в том что ты потратишь на эту кучу времени и ты не получишь заряда мотивации в этом смысле да стоит идти на мастер-классы но стоит очень аккуратно выбирать а их благо сейчас очень много мастер-классов очень нужно аккуратно и это даже наверное проблема уже да это большая проблема все хотят зарабатывать на мастер-классах хорошо а как ты сам дошел к мастер-классам это после победы вот твой первый мастер-класс в честь чего случился как ты решил ты знаешь мы вообще мой первый мастер-класс был еще до победы на этом конкурсе но все что объединяет все мои мастер-классы это изначально инициатива самих участников я никогда не является инициатором своих мастер-классов для меня это будет слишком ответственно лишь в том случае когда каком-то городе собирается достаточно большое количество участников потенциально которые прям очень хотят меня послушать лишь в таком случае я могу начать искать организатора и так да в целом после победы прям очень много желающих стало посетить мастер-класс пригласить меня спикером ну да ну а тебе узнали посмотрели работы и понятное дело но опять-таки хороший фотограф и хороший спикер как ты считаешь это два разных человека могут быть да абсолютно согласен идеально когда это один человек да это к этому надо стремиться скажи вопрос немного вернемся к семье ты делаешь фотосессии для своей семьи сам может быть может быть заказываешь в основном все это происходит с точки зрения меня как члена семьи то есть снимаю в основном я и на данный момент единственная съемка наверное полноценная это все-таки свадьба моя которую сняли два отлично фотографа маматов кима и баширга джиев и всякие разные селфи инициатором которых в основе является все-таки моя жена а почему ты же фотограф ну я понимаю что это еще хуже запах ты имеешь ввиду ну почему мы же мы же знаем что это ценно что это важно но сами мы за собой не следим блин это это минус это я с тобой согласен надо что-то делать я пропагандирую вот этот год я прям поставил себе установку пропагандировать фотографом фотографировать да но у нас много коллег но тебе никто не откажет как бы сделают на крайнем случае есть штатив да есть штатив хотя бы но чтоб ты тоже был потому что это важно время идет я понимаю дети растут вот хорошо я услышал скажи вот самые важные фотографии с твоей свадьбы для тебя это семейные или есть какой-то арт который ты такой вообще вот вообще да больше все таки классика да учитывая что это свадьба как я и говорил подготовка к своей свадьбе вообще какой-то степени изменил немного взгляд на фотографии на то что хочет клиент и да в этом плане та классика которую я получил от ваших упомянутых фотографов непосредственно это круто но в том числе был и очень крутой арт который визуально прям очень радует я получаю удовольствие при посмотрите как ты думаешь ребятам сложно было работать у тебя вот думаю нет нет я был послушным женихом а это друзья ну вы общаетесь как мне интересно снимать свадьбу мало того что фотографу еще и титулованному фотографу как-то это будет зажимать или нет мои друзья поэтому было легко все вообще в Дагестане очень много достаточно популярных крутых фотографов как я считаю ты еще говорил у вас очень сильные видеографы давай о них тоже скажем потому что на канале есть видеографы и я считаю фотография и видео это очень близко я прям сейчас засматриваюсь не то что фильмами а вот больше рекламными проектами киношными ну то тоже о чем ты говорил и это очень круто прям можно ставить делать вообще я могу назвать некоторых прям очень крутых видеографов которых прям стоит посмотреть да давай ты назовешь и мы прикрепим еще ссылочки на ребят если это действительно крутые видеографы многим из них я достаточно часто работаю на свадьбах это мои друзья это офис мамедов я думаю я скину ссылки и ты сможешь это прикрепить это видеостудия ректайм они снимали мою свадьбу снимали мне лавстори ролик есть у меня в инстаграме также могу ссылки покидать мне очень нравится работа на риману кафурову может твои зрители даже знают про него и он снимает достаточно известные пары нравится ислам абдулаев йосиф гасанов их достаточно много они снимают достаточно круто это круто но фото и видео все равно очень-очень а ты сам не не поглядываешь на видео мне нравится видео я вообще очень много смотрю кино но переходить на видео чисто технически это очень сложно хотя я как я считаю что кстати по вопросу о том что кем я вижу себя вне фотографии либо после того момента когда мне фотографии надоест мне было бы интересно снимать видео но смысле не свадебное видео не тот видеограф о котором большинство наверное подумало а что-то более серьезное какой-нибудь короткометражный фильм например либо вообще фильм целом полнометражный в этом в этом с в этой сфере мне есть свои кумиры это дэвид финчер эммануэль любецкий как оператор финчер я прям очень люблю обязательно советую всем посмотреть его фильм и насладиться его режиссерскими прием посмотрим окей я тебя услышал фотография все-таки но много когда снимаешь ты понимаешь мы пытаемся рассказать историю все равно на но есть моменты когда хочется ну вот оживи вот чуть-чуть динамики вообще фотографии кино это прям очень близкий а скажи давай чуть-чуть о стиле и будем уже закругляться вот сейчас все говорят стиль свой стиль не свой стиль я как бы и вроде я не могу определиться как для меня это звучит больше хорошо или больше плохо просто сейчас ребята которые только заходят фотографию они слышат это просто есть как бы знакомые до которые только начинают и они задумываются о стиле они еще не успели не набить руку не опыт они пытаются найти себя какой-то свой стиль как ты относишься к этому может какая-то как-то постепенно это все должно обязательно стоит искать стиль но надо понимать что он не приходит в одной части не придет после моего мастер-класса и не придет не после другого какого-нибудь мастер-класса это долгий путь согласен полностью мастер-класс не волшебная таблетка да это общение это посмотреть на фотографа как на личность однако многие участники думают некоторые участники может думать что я приду и покажу где фото братья находится кнопка шедевр даже сегодня то что я видел готовые решения которые ты давал реально но не будут все их использовать это мотивация может быть но никак вам никто не положит инструмент в руки а я стараюсь исключить из участников своего мастер-класса тех людей которые по крайней мере не знаю что такое экспозиция выдержка и все на мой мастер-класс проходят достаточно профессиональные люди я понял но это правильно это правильно ладно я думаю будем закругляться завтра нас ждет второй день мастер-класса первый день не очень понравился посмотрим что будет завтра спасибо большое кимран за интервью к нам приезжай просто приезжай в гости так же все тогда огромное спасибо вот с нами был кимран шарлиев подписывайтесь ставьте лайк делитесь видео с друзьями всем спасибо всем пока так сколько я тебе должен за рекламу мастер-классов 3 500 каждый давай на карточку надо сбербанком в принципе да да номеру привязано да ты там прикрепи еще мой инстаграм да и ребята видеооператоры которые тоже пусть да 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 я им напишу сейчас ссылочки будут висеть все договорились должно работать все а руб 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 Продолжение следует...